Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Показатель сейчас 0,7%. В регионе 4300 безработных, сообщили в областной службе занятости населения. Как пояснили в ведомстве, первоначально были опасения, что пандемия и западные санкции, уход иностранных компаний с российского рынка могут привести к росту безработицы. Однако этого не случилось. Наоборот, служба занятости располагает информацией о более чем 20 тысячах предложений вакансий от работодателей. То есть на одного безработного сейчас 5 мест. Наибольшая потребность в промышленности, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, торговле, сельском хозяйстве, а также в образовании и здравоохранении. От 100 до 200 тысяч рублей получат молодые педагоги в Кировской области. Это единовременная выплата, установленная ранее региональным законодательством по инициативе губернатора. Размер выплаты при поступлении молодого специалиста на работу в сельской местности – 200 тысяч рублей, в городской местности на территории муниципальных районов и округов – 150 тысяч, в городских округах – 100 тысяч рублей. Для получения выплат необходимо предоставить документы в Министерство образования Кировской области до 20 октября. Актуальный список документов и более подробную информацию можно найти на сайте Минобра. А сейчас информация от наших партнеров. Если масштабы вашего бизнеса переросли в самозанятость, пора становиться ИП. А если направлений несколько, можно ли работать одновременно как ИП и как самозанятый? Разъяснение дает руководитель компании «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук. Быть самозанятым и иметь открытое ИП, пожалуйста, можно, но одновременно вести деятельность в статусе самозанятого и индивидуальным предпринимателем ни в коем случае нельзя. Например, вы решили, что по вашей психологической практике будете применять самозанятость и одновременно захотели открыть цветочный магазин. Придется отказаться от статуса самозанятости и в рамках индивидуального предпринимательства иметь магазин и отчитываться по своим услугам психолога. В рамках ИП у бизнесмена может быть сколько угодно видов деятельности. Важно только не забывать оповещать об этом налоговую. Растите грамотно. О тонкостях вас предупредят профессионалы-бухгалтеры Ян. А 213 112 – телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».